Ирина Кудряшова. Всему свое время. Надежда Игоревна шла по мокрой после дождя тропинке, прогуливаясь по парку, расположенному в двух кварталах от ее дома. Пахло свежестью от молодой травы, покрывшей газоны. На деревьях набухали первые почки. Кое-где на клумбах распускались весенние цветы. Она с улыбкой смотрела на ребятишек, гуляющих с родителями, на пожилые пары, сидевшие на скамейках и милые о чем-то беседующие, на подростков, ловко управляющих скейтами и думала о том, как же приятно, когда человек не один. Она представляла, какой счастливой могла бы быть и она, если бы в свое время не послушала мужа и родила малыша, от которого он заставил избавиться. Ссылаясь на нищету, в которой они жили в то время. «Успеем еще», – строго сказал тогда Андрей. «Куда ты собралась ребенка принести? В эту комнатку с фанерными стенами? Да тут даже пеленку негде будет посушить. А купить эту пеленку на что? Ты учишься, я на практике. Неясно, сколько лет придется так скитаться». «Но я могла бы у родителей поддержки попросить», – молила слезно молодая женщина. «Зачем ты так? Мы и пожить у них могли бы, они не против, ты же знаешь». «А ты знаешь, что я всего хочу добиться сам. Я это сразу говорил, когда ты соглашалась жизнь со мной связать. Какие теперь претензии могут быть? Встанем на ноги, тогда о детях думать будем». Он обнял жену за плечи и снисходительно поцеловал в затылок. «Если хочешь сохранить нашу любовь, соглашайся с моим решением. Выберешь ребенка, обо мне забудь сразу. Жена должна быть послушной, потому что муж – глава семьи». Надежда долго не могла простить себя за это послушание. Сколько раз она казнила себя за то, что сделала выбор в пользу мужа, который впоследствии, когда детей иметь она уже больше не смогла, укорял ее за то, что своей головой не подумала. Ходил на сторону, а она терпела. И спустя 30 лет… Окончив институт, Андрей нашел работу быстро. Радовался, что у него, у молодого специалиста, зарплата будет сразу неплохая. Надежда же, получив диплом, некоторое время медлила с трудоустройством, а потом приняла решение, которое безмерно удивило мужа. «Я буду заниматься лошадьми», – сказала Надя. «Уже договорилась. Арендую конюшню в пригороде и стану организовывать конные походы. Места у нас красивые, желающие покататься на лошадях найдутся всегда». Супруг был весьма недоволен столь смелым решением Надежды, особенно его задело то, что первым делом она с ним не посоветовалась. Но все же женщина сумела убедить, что это не блажь, и она буквально горит желанием заняться именно этим делом. Если у Андрея рабочее время было фиксированное, и он возвращался домой в половине седьмого, то Надежда отправлялась на конную базу с первым автобусом, а приезжала с последним. Уже через несколько месяцев о молодой женщине заговорили. «Благодаря Одинцовой у нашего края наконец-то появилось свое лицо. Столько времени говорили о развитии туризма, и вот, только с появлением надежды все сдвинулось с места». Примерно так рассуждали краеведы и местные СМИ. Надя разработала несколько невероятно интересных экскурсий. Она читала много краеведческой литературы, стала проводить праздники, фестивали, на которые съезжался народ со всей области. Гости катались на лошадях, умельцы устраивали ярмарки, давали мастер-классы. И всюду в центре внимания была Надежда. Стройная высокая красавица с поставленным звучным голосом и неизменной улыбкой. Андрей, который быстро попал в категорию «Кто это? А, это муж Одинцовой?» Начал ревновать. Надя теперь очень хорошо зарабатывала, гораздо больше, чем он. Андрей видел, что жена буквально живет своей работой, и у нее полно планов. И с ним, с мужем, она проводит все меньше времени. Между тем, Андрей тоже поднимался по служебной лестнице. Он много занимался общественной работой и вскоре стал депутатом городской думы. В конце концов, он сказал жене. «Надюша, материального благополучия мы уже достигли. Настала пора подумать и о детях. Теперь-то мы можем себе это позволить». Однако забеременеть Надежде больше не удавалось. Так легко и просто это получилось в первый раз. А теперь не выходила, хоть убей. И тогда Андрей настоял. Надежде надо оставить свое любимое дело и вплотную заняться лечением. Время идет, можно дотянуть до того, что будет уже поздно. Женщина и сама убедилась, посещение больниц на самом деле занимает много времени. Надежда лежала в клиниках, ездила из одного санатория в другой. Медики сходились во мнении. Причина ее нынешнего бесплодия – та самая прерванная беременность. Если бы тогда она не послушала мужа, у нее сейчас могло бы быть столько детей, сколько бы захотела. Андрей вначале испытывал радостный подъем. Надеялся, что скоро станет отцом. Даже нанял бригаду сделать в квартире ремонт с учетом будущей детской. Постоянно говорил о том, как мечтает о сыне. Будет с ним играть в футбол, кататься на лыжах. Однако месяц проходил за месяцем, год за годом. Надежда объехала, кажется, все уже здравницы и нигде ей не могли помочь. Первое время женщина пыталась справедливо указать мужу на то, кто в этом виноват. «Если бы ты тогда буквально за руку не отвел меня в женскую консультацию...» Андрей раздраженно пожимал плечами. «Миллионы женщин благополучно проходят через ту же самую процедуру, а потом рожают детей. Это ты оказалась ни на что не способна». И если сначала женщина горячо возражала, то постепенно ей стало казаться, что супруг прав. Надежда изменилась даже внешне. Если прежде она была цветущей, как говорят, кровь с молоком, то теперь словно высохла. Начала сутулиться, кожа поблекла, проступили морщины, потускнели краски. Надежда видела, что муж постепенно теряет к ней интерес. Теперь он уже не ревновал ее, а относился снисходительно. Он занимал высокую должность, и времени на семью оставалось совсем немного. Подписание договоров, встречи с партнерами... Андрей то и дело задерживался на работе. Надежда ждала его в одиночестве, сидела у окна, караулила. Она очень жалела о том, что вынуждена была в свое время оставить конный клуб. Теперь у него другой хозяин, Михаил, который когда-то был найденным помощником. Сколько, наверное, у него сейчас интересной работы. Надежда закрывала глаза и представляла себе знакомые места. Вот лесной кордон, где, согласно легендам, периодически происходили разные аномальные явления. Вот старинное село, ныне почти опустевшее. Но какая вокруг природа! Как живописна здешняя церковь XIX века! Но больше всего Надя скучала по лошадям. Неказистые они у нее были, беспородные, но покладистые и выносливые. А как любили, когда их ласкали, гладили! Без лошадей Надя просто осиротела. Сейчас у женщины только и было, что домашняя работа. Но она не радовала. Ну и что, что в доме чистота и порядок. Андрей приходит усталый, вокруг себя даже не взглянет, не заметит, что жена повесила новые шторы или застелила постель красивым покрывалом. Надя замечательно готовила. Из простых продуктов умудрялась сделать вкуснейший обед. Да еще и оформить каждое блюдо по-праздничному. А потом все это остывало. На плите или на столе. Потому что Андрей опять задерживался на своих бесконечных совещаниях. А разве разогретая еда будет такой же вкусной, как та, которая только что приготовлена? И первое, и второе, и десерт чаще всего отправлялись в мусоропровод. Но Андрей не позволял Наде высказывать свои претензии. С годами муж становился все более властным, уже не разговаривал, а словно отдавал короткие приказы. Надя же стала тихой, боялась не угодить супругу. Он достиг карьерных высот. Его в городе все знают. А кто она? Домохозяйка. Андрей по-прежнему дважды в год отправлял жену в санатории. Хотя уже не надеялся, что когда-нибудь у них будет ребенок. Надежда пропустила все сроки. Сначала женщина любила ездить на курорты. Все-таки перемены обстановки, новые впечатления. Но со временем ей становилось все труднее выбираться в дальние края. И дело было вовсе не в состоянии здоровья. Другие, отдыхающие в санатории, заводили разговоры. Ровесницы Надежды рассказывали о своих детях и внуках, спрашивали о семье Наде. И она понимала, сверстницы считают ее бездетной неудачницей. Думают, что ей в старости и стакан воды некому будет подать. Надежда догадывалась, что у Андрея есть любовницы. Сменяют друг друга. Или же муж завел себе постоянную даму сердца. Но Надя старалась отогнать от себя такие мысли. Если супруг все еще живет с ней, значит, ничего серьезного на стороне не может быть. Так, одни интрижки. Надежде очень тяжело было думать о том, что муж предпочел ей другую женщину, более молодую и красивую. Страшило ее также то, что она может остаться совсем одна. Но чего боишься, то обычно и приходит. И вот однажды, спустя 30 лет совместной жизни, Андрей сказал супруге. Настало время нам расстаться. Сначала Надя даже не поняла слов мужа. Они перед этим не ссорились, никаких поводов не было. Может, это шутка? Но Андрей спокойно объяснил. У него давно уже другая семья. Есть дети. Сын и дочка выросли. Недавно дочь вышла замуж. Скоро появится внук. Такого Надя совершенно не могла ожидать. Значит, Андрей уже много лет ведет двойную жизнь. У него родились дети. Они росли, болели. Праздновали дни рождения. Он беспокоился о них, покупал им лекарства, дарил подарки, ходил в школу на родительские собрания. В тот же день он собрал свои вещи и кинул небрежно. «Не бойся, на улице не останешься. Квартиру эту на тебя перепишу. Наслаждайся. Нам есть где жить. И дети обеспечены». «Как ты мог?» Только и вымолвила Надежда Игоревна. «Зачем?» «Действительно, зачем?» Сыронизировал Андрей. «Давно надо было уйти. А я жалел тебя, дуру. Себя винил, что ты бесплодной стала. От детей и родных время отнимал, чтобы с тобой побыть. И ты же еще спрашиваешь, как я мог?» Радовалась бы, что мужик рядом был столько лет. «А ты меня спросил, нужно ли мне это было? Я, возможно, тоже могла бы встретить свою судьбу. А ты держал меня на короткой привязи, ни себе, ни людям, сколько слез я пролила. Но такой вот подлости никак не ожидала». «Хватит прикидываться несчастной жертвой. Дай уйти, а потом закатывай истерики», – ответил бывший муж, переходя на крик. И женщина решила промолчать, прекрасно понимая, что лучше отпустить, без упреков и ссор. К чему теперь все это? Раньше надо было думать. Когда еще родители Надежды были живы, частенько намекали, что не тот мужчина рядом с ней. Она не слушала, считала, что замуж выходят единожды. А теперь некого было винить, нужно просто привыкать к одинокой жизни на закате лет. После того, как Андрей ушел, хлопнув дверью, Надежда принялась собирать свои вещи. Ей не хотелось оставаться в той квартире, которую мужчина соизволил пожертвовать для нее, бросив, словно кость обиженной собаки. Где все напоминало о несчастной жизни с тем, которого приходилось ждать долгими вечерами, а он так и не являлся ночевать. Без которого проводила почти все праздники и выходные. К родителям и друзьям не ходила, чтобы только не знали о проблемах в их семье, которую назвать-то так язык не поворачивался. Всего-то, что и было от семьи, штампы в паспортах. А там, где штампов не было, были дети, было счастье и выходные всей семьей. Но это все узнала женщина слишком поздно. Все 30 лет она наивно старалась верить в то, что муж на самом деле задерживается с поставщиками, проводит ночные переговоры с зарубежными коллегами, потому что большая разница в часовых поясах. Она подозревала, разумеется, его в изменах, но никогда подумать не могла, что он все это время жил на две семьи, растил детей, которых она иметь не могла, по его вине по большей части. Надежда собрала вещи, попрощалась с квартирой, в которой пролила немало слез, закрыла дверь и, тяжело выдохнув, поехала в старую квартиру своих родителей, которую сдавала последние несколько лет. А тут недавно квартиранты сообщили, что взяли ипотеку и освободили жилье как раз кстати. И заняться было чем. Надежда Игоревна решила сделать ремонт. Сама, чтобы отвлечься от мрачных мыслей и с пользой время проводить. Содрав со стен старые обои, Надежда сложила мусор в мешки, переоделась и отправилась в строительный магазин, попутно выбросив мусор. Выбор обоев оказался не таким уж легким занятием. Хотелось чего-то светлого, нового, чтобы стены не навевали тоску и уныние. Муж любил всегда делать ремонт в темных тонах. Он давал распоряжение рабочим, отправлял Надежду в отпуск, а когда она возвращалась, квартира уже была обновленной, но никогда не радовала этой новизной. И тут, впервые за долгие годы, женщина сама выбирала для ремонта то, чего хотелось ей. Остановив свой выбор на нежно-бежевых тонах и оплатив покупку, Надежда заказала доставку на следующий день. Ремонт приносил женщине неописуемое удовольствие. Процесс казался ей неожиданно увлекательным, а когда стены обретали новый свежий вид, она с наслаждением любовалась результатом своей работы. Уже через неделю квартира полностью преобразилась. Надежда Игоревна обновила кое-какую мебель, сняв небольшую сумму со своих сбережений. И когда все было так, как хотелось, Надежда еще раз прошлась по квартире, внимательно все оглядела и, удовлетворенно вздохнув, решила приготовить на ужин что-нибудь необычное. Но, открыв холодильник, разочарованно обнаружила, что он совершенно пуст. За время ремонта она ни разу не ходила в магазин и даже не помнила, какими перекусами перебивалась, настолько увлеченно занималась этим делом. Выходить на улицу не хотелось, погода была сырой и промозглой, но другого выхода не было. Надежда Игоревна нехотя переоделась и отправилась в ближайший супермаркет. Скоро тележка наполнилась, женщина подошла к касте, рассчиталась и только теперь поняла, что пакеты унести для нее будет делом непростым. Решив вызвать такси, Надежда Игоревна сложила пакеты в тележку и, выйдя на улицу, достала из кармана телефон. А пока набирала номер, приглядываясь в темноте к экрану, тележка покатилась и... «Аккуратнее!» услышала Надежда мягкий мужской голос и принялась извиняться. Высокий статный мужчина лет шестидесяти, в очках, с большим пакетом в руках, вовремя остановил тележку, иначе она могла бы поцарапать припаркованный неподалеку автомобиль. «Простите, растяпу!» «Отвлеклась на телефон и упустила тележку из виду». Виновато опустила голову Надежда. «С кем не бывает?» ответил мужчина, а когда она подняла на него взгляд, смутился и быстро ушел, нелепо извинившись, непонятно за что. Надежда Игоревна вернулась домой уставшая и решила немного отдохнуть, прежде чем заняться приготовлением ужина. Она удобно разместилась в новом мягком кресле и задумалась. Почему-то вспомнился взгляд этого мужчины у супермаркета. Она пыталась понять, что за эмоцию увидела на его лице, но никак не могла объяснить. В его взгляде моментально промелькнули, как будто страх и печаль и удивление одновременно, что ли. Но долго об этом думать Надя не могла. Теперь, когда большая часть накоплений была потрачена, перед Надей встал вопрос, как себя прокормить. Финансовой помощи от Андрея женщина принимать категорически не хотела, а найти работу, когда тебе почти 50, не так уж просто. И все же Надежда попробовала устроиться по специальности, но потенциальные работодатели такую кандидатуру даже рассматривать не хотели, ведь стажа у женщины почти не было. Оставалось лишний раз помянуть добрым словом Андрея, пустившего под откос ее жизнь. Сначала буквально заставил ее избавиться от беременности, лишив тем самым возможности иметь детей. Потом привязал к дому. Ради мужа Надежда отказалась от карьеры. И, наконец, выбросил, как использованную, пришедшую в негодность вещь. А она столько лет потратила на этого негодяя. Надежда решила съездить в конный клуб, который когда-то с таким воодушевлением создавала. Теперь он процветал. Лошадей было уже четыре десятка. Экскурсии, конные походы, фотосессии, детская школа, где обучали ребят верховой езде. Надежда осмелилась попроситься на работу, и ее взяли. Правда, место было очень скромное. Туристы, приехавшие в клуб, проводили там не менее двух-трех часов. Их нужно было напоить и накормить. Надежда пекла пирожки и блинчики, заваривала чай с ароматными и полезными для здоровья травами, которыми славилась эта местность. Мыла посуду. Платили немного, но женщина была сыта, и самое главное, ее окружали хорошие люди, и рядом были лошади. Надежда очень любила коней. А в остальном Надя жила той жизнью, все, что и миллионы в стране. Выискивала в магазинах товары по акции, готовила по экономным рецептам студенческих времен. Купила с рук швейную машинку и старалась все, что нужно для себя и для дома, сшить сама. Занавески, покрывала на постель, халаты, ночные рубашки. Телевизор смотрела редко, записалась в библиотеку. Надежда была уверена, что ее ждет одинокая старость, поэтому считала, надо беречь здоровье. Придет час, о ней некому будет позаботиться. В будние дни женщина уезжала в свой клуб с утра и возвращалась к вечеру. А в выходные утром, позавтракав и выпив кофе, отправлялась гулять в парк. Вечерами тоже старалась прогуляться, но не всегда ей это удавалось. В этот вечер женщина шла по парку со странным чувством в груди. Надежда присела на свободную скамейку, недалеко от прудика, по гладкой поверхности которого в лучах заката плавали уточки. Женщина задумчиво смотрела вдаль. Сейчас она чувствовала себя гораздо лучше, чем когда была замужем. Никто не давил на нее, не критиковал, не заставлял себя обслуживать. Она была сама себе хозяйка. Надежда с удовольствием подумала о том, что когда вернется домой, в холодильнике ее ждет вкусное мороженое, а потом она посмотрит перед сном сериал. И хоть не была она любительницей многосерийных мыльных опер, этот сюжет не так давно зацепил ее. Хотелось узнать продолжение непростой судьбы героини. Неожиданно внимание Надежда привлекла пара. Пожилой мужчина в очках и прихорошенькая девочка лет пяти. Малышка кормила уточек. На ней было яркое пальтишко с воротничком, на голове беретка с помпончиком, длинные волнистые локоны рассыпались по плечам. Девочка разламывала булочку и старалась бросить кусочки как можно дальше в воду. Утки спешили схватить угощение, а к ногам малышки слетелись и голуби. «Угости и нас тоже!» ворковали они. Девочка смеялась, а мужчина внимательно следил, чтобы она не оступилась, не промочила ноги. Надежда, сидевшая неподалеку, невольно залюбовалась этой картиной. Она думала в этот момент о том, что у нее саму и сейчас могла бы быть такая внучка или внук. Девочка обернулась, заметила взгляд Наде, всмотрелась, слегка сощурившись, как взрослая. И вдруг, раскинув руки, бросилась к женщине, крепко обняла ее и залепетала. «Бабушка, бабушка, дорогая, я знала, что ты вернешься. Как хорошо, что ты нашлась. Ты больше никуда не уйдешь». Надежда так растерялась, что даже не попробовала оторвать от себя малышку. Мужчина торопливо подошел, тронул девочку за плечо. «Анжела, Анжелочка, это не наша бабушка. Пойдем, дорогая». «Нет, нет, это бабушка, это она». Девочка продолжала держаться за Надежду. «Простите, ради Бога». Мужчина с трудом подбирал слова. Внучка обозналась. «Вы действительно очень напоминаете мою супругу». «Анжелочка, родная, пойдем». Мужчина увел плачущую девочку, а Надежда еще долго не могла прийти в себя. Теперь ей было сложно наслаждаться безмятежной весенней картиной, облаками, плывущими в голубом небе, пламенеющими чашами первых тюльпанов. Анжелика так горько плакала. Надежда почувствовала, что малышка переживает настоящее горе. Что же у нее могло случиться? В ближайшие дни Надежда Игоревна не могла выбраться в парк, работала. Когда же настал выходной, женщина засомневалась. Вдруг девочка снова гуляет возле пруда, увидит ее и опять расстроится. Но все же подумав, Надежда решила пойти по привычному маршруту. И не зря она это сделала. Стоило женщине войти в парк, как с ближайшей лавочки навстречу ей поднялся тот самый пожилой мужчина в очках. Дождался я вас, сказал он. Вот уже несколько дней сижу тут, надеюсь, навстречу, и, наконец, я просто хотел объяснить, что случилось. Это совсем не обязательно. Мне нужно, чтобы вы поняли. И потом я вас кое о чем попрошу. Аркадий Иванович меня зовут. Надежда представилась, и в этот момент она узнала в Аркадии Ивановича того самого мужчину у супермаркета, который поймал ее тележку и потом странно повел себя. Надежда Игоревна приготовилась слушать с большим интересом. И мужчина стал рассказывать о своей семье. Жизнь у Аркадия и Ларисы была на редкость счастливой. В этот город они приехали давно, еще совсем молодыми были, а родом оба из Москвы. Я инженер, а Ларочка бухгалтер. Когда поженились, дали нам комнату в коммунальной квартире. Успел еще я получить жилье от государства. Но обосноваться мы в столице не смогли. Обстановка в коммуналке была не самая лучшая. Вечные склоки, разборки. Ларочка, начинающая хозяйка, еще не все у нее получалось, и всегда она оказывалась виноватой. А тут выяснилось, что у меня слабые легкие. И мы решили, приватизировали свое жилье, продали комнатку и уехали в здешние степи. «Работу нашли быстро, но я несколько месяцев провел в санатории, лечился кумысом, окреп, и с тех пор мы много лет горя не знали. Родились дочери, Лариса не жалела времени на то, чтобы их воспитывать, всю душу вкладывала в девочек. Но и я старался, вспоминал традиции своего детства. Многие удивлялись, что как только выдавалась свободная минута, мы все вместе куда-нибудь выбирались. На озеро, на речку, в горы, семейные праздники отмечали. Словом, я думаю, когда девочки мои будут детство вспоминать, очень много светлых и добрых моментов с ним будет связано. Выросли наши дочери, Валя и Варя. Теперь у обеих уже свои семьи. Только Валя далеко, в Краснодарский край с мужем уехала, а Варя рядышком. Мы с женой всегда ее считали нашей опорой в старости. Хороший муж у Варвары, а дочку вы видели. И нечего было бы нам желать, но заболела вдруг моя Лариса. Она всю жизнь веселой такой была. Спросишь что-нибудь, все отвечала шуткой. И тут долго старалась не придавать значения хвори своей. Спина болит, а у кого в эти годы она не болит? Похудела, как хорошо, всегда мечтала иметь струйную фигуру. Бледная стала, лето придет, можно будет в волю загорать. В общем, к врачу Лариса согласилась обратиться, когда уже ходить стала с трудом. Влетела нам от участковой, ведь не в глухой деревне живем. Как можно было женщину до четвертой стадии онкологии довести, если больница в двух шагах от дома? Что вам сказать? Продержалась моя Ларочка еще два года. Все надеялась на лучшее. Твердила, что сегодня все болезни лечат, надо только не сдаваться. Очень ей хотелось видеть, как Анжелочка растет. И девочка бабушку так любила, словами не описать. Ну а для нас с Варварой не жизнь настала, а казнь египетская. Я не о том, что нагрузка была большая. Морально очень тяжело пришлось. Надо было и Ларису подбадривать, и от Анжелочки болезнь бабушки скрывать, и лечение организовывать. А от нас вскоре и в клиниках открещиваться стали, мол, ничем помочь не можем, только палеотив. Попросил я Варю, чтобы не приводила к нам домой Анжелу. Сказали девочке, что бабушка уехала, и в последние месяцы малышка не видела ее. А вы вправду на редкость напоминаете Ларису, какой она была несколько лет назад, еще до болезни. Я вас как увидел возле супермаркета, может быть помните, сам дар речи потерял. О чем же вы хотели попросить меня? Спросила Надежда. «Приходите к нам в гости, просто умоляю вас, Анжелочка мне теперь покоя не дает, просит найти и привезти домой бабушку. Если вы придете, она разглядит, поймет, что это другая женщина, а не баба Лара, иначе так и будет девочка страдать». «Ну хорошо», согласилась Надежда, «дайте мне денек на раздумья и телефон я ваш сейчас запишу». Дома Надежда Игоревна размышляла, прокручивала в голове различные варианты, но в конце концов решила поговорить с Анжеликой. Зашла в магазин, купила очень красивую куклу, которая чем-то напоминала саму девочку и отправилась по адресу, который ей сказал Аркадий Иванович. Домочадцы уже не раз пытались все объяснить малышке, но тщетно. Не успел дедушка открыть гостье дверь, как Анжелика захлопала в ладоши. «Бабушка пришла!» «Да нет же!» В один голос стали уверять ее Аркадий Иванович и молодая красивая женщина, Надежда догадалась, это была Варя. «Ну посмотри внимательно, тетя просто похожа на бабушку Лару, но это не она!» «Она!» со слезами закричала девочка. «Это моя бабушка, родная бабушка, вы что, не видите?» Надежда молча протянула девочке куклу, хоть так отвлечь ее внимание. Потом все сидели за столом, пили чай с тортом, только Анжелика не соблазнилась, хотя ей на блюдце положили самый красивый кусочек с кремовой розой. Одной рукой девочка прижимала к себе куклу, другой крепко держала за руку Надежду, точно боялась, что она сейчас уйдет. «Они не разлей вода были», тихо рассказывала Варя. «Анжела болела часто, в садик мы ее решили не отдавать. Бабушка ей и колыбельные пела, и сказки рассказывала, и домашние дела они вместе делали». Умерла для Анжелики пустой звук. Она была уверена, что бабушка куда-то уехала, далеко и надолго, а когда девочка увидела вас, решила, что баба Лара вернулась. Надежде очень захотелось порадовать эту семью, которую так недавно и сильно обожгло это страшное горе. «Аркадий Иванович», сказала она, «берите внучку и приезжайте к нам в клуб, на лошади покатаем Анжелу, чаем с пирожками угостим, ей понравится, чем больше радости будет сейчас в жизни у ребенка, тем меньше Анжелика станет страдать о своей потере». На то мы порешили, поездка в конный клуб стала для Анжелы настоящим праздником. Она была в восторге и от белого коня лимона, на которого ее посадили, и от других лошадей, их можно было кормить прямо с рук, а еще на конюшне жили коты и собаки, они тоже любили, когда их гладили и чем-нибудь угощали. Потом Надежда повела маленькую гостью мыть руки и усадила за стол. Вкусны были пирожки с капустой и повидлом, ароматен крепкий чай. Аркадий Иванович тоже на глазах оживал и вроде даже глядеть стал как-то веселее. Прощаясь, он долго благодарил Надежду Игоревну. «Целый день счастья вы нам подарили, Анжелочка его не забудет, приходите завтра, погуляем в парке вместе». Так и начались их встречи. Теперь почти каждый день они прохаживались по дорожкам сквера, спускались к пруду, кормили птиц и не было числа рассказом. Разговоры старались адаптировать, чтобы Анжелике тоже было интересно. Надежда вспоминала свое детство, Аркадий свое. И, наконец, настал день, когда они поняли, что больше не хотят, не могут разлучаться. «Наденька, давай ты переедешь ко мне», попросил Аркадий. «И Варя на это надеется, она очень рада, что я тебя встретил. Видела, дочка, как мне плохо без Ларисы было. Она боялась, что не только матери и отца лишится. И теперь просят, чтобы я тебя берег. А уж Анжелика будет на седьмом небе». У надежды появилось стойкое чувство, что она наконец нашла свою настоящую семью. Дом, где ее ждут, где она необходима. Не для того, чтобы делать какую-то работу. Нет, ее тут просто любят. Анжелика станет звать ее бабушкой, а глядя на Варю, надежда будет представлять, такой могла бы быть и ее собственная дочка. «Хорошо, тогда я сейчас зайду к себе, соберу вещи и поедем домой», сказала она. Анжелика, услышав такую долгожданную новость, от восторга начала скакать на месте. «Бабушка, дедушка, как же я вас люблю!» дедушка, MARYM горос赤, тискань, дедушка, что глядя, давно видели 12 ility, Продолжение следует...